Я Никита Панин и это программа Инфоповод. Кратко, но содержательно расскажу об информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. Здравствуйте! И начнем с новостей одной строкой. В субботу 6 марта в МФЦ на улице Ленина в здании администрации с 8 до 20 часов будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. Пройти вакцинацию также могут иностранные граждане, официально находящиеся на территории Лобни и имеющие СНИЛС. В Подмосковье продолжается прием заявок для участия в программе социальной ипотека для педагогов. Сейчас заявку на участие могут подать учителя. Прием документов для них продлится до 2 апреля. С 12 апреля по 14 мая будут принимать документы от молодых учителей, рассказала министр образования Московской области Ирина Коклюгина. Так, в прошлом году 4 лобнинских педагога стали участниками государственной программы социальной ипотека и улучшили свои жилищные условия. Всего в этом году сертификат на получение жилья по программе получат 110 педагогов региона, воспитатели, учителя и молодые педагоги. Почти 14 тысяч учащихся 9-11 классов Московской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Испытания по литературе и истории в том числе проходили в Лобне. Список школьников, прошедших на заключительный этап, будет известен в ближайшее время. Подмосковных участников и призеров заключительного этапа олимпиады ждет денежное вознаграждение от ста до пятисот тысяч рублей. В Московской области с 1 марта возобновлены экскурсионные поездки в рамках проекта «Активное долголетие». Так, на этой неделе лобнинцы уже побывали в музейном комплексе «Дорога памяти», расположенном на территории парка «Патриот» и в главном храме вооруженных сил Российской Федерации. Записаться на бесплатные экскурсии можно по телефону, который сейчас на экране. Участникам экскурсии при себе необходимо иметь справку об антителах COVID-19 или справку о прохождении вакцинации. А если вы еще не являетесь участником проекта «Активное долголетие», приходите в Лобнинский комплексный центр социального обслуживания населения. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. 50 лет ветеран труда, почетный гражданин города Лобня преподает в школе номер 3, целиком посвящая себя этой работе. Поэтому и свой 85-летний юбилей он решил отпраздновать в кругу любимых учеников и коллег. Поздравил педагога и глава города Евгений Смышляев. Он пожелал ветерану труда счастья и благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Отметил его большие заслуги перед городом и вклад в развитие спортивного и патриотического воспитания молодежи. В качестве подарка от города Владимиру Николаевичу преподнесли сертификат на получение денежной премии, блендер и фирменные часы. Но, несомненно, главный подарок для педагога – это возможность работать в любимой школе, видеть горящие глаза учеников, их достижения и успехи. У меня два выпуска было, два классных руководства, 10 класс. Ну, а потом, когда ввели начальную военную подготовку, мне просто предложили, зная, что я неравнодушен к военному делу, зная, что я занимаюсь спортом, физкультурой, предложили занять начальную военную подготовку. Установочные сборы я прошел, двухмесячные, быстро. Документ получил, приехал в школу, классный руководитель, и вот, соответственно, начал работать. А теперь к постоянной рубрике «Прием населения». Жительница дома 4 по улице Аэропортовской пришла на прием с вопросом о сроках, в которые должно пройти расселение. Дело в том, что дома номер 2, 4 и 6 по улице Аэропортовской попали в программу реновации. Они внесены в региональную географическую информационную систему, где формируются предложения по комплексному развитию территорий, включая сносы расселения многоквартирных домов. А в связи с последними изменениями в законодательстве застройщик, который должен был заниматься данным проектом в Лобне, был отстранен. И сейчас администрация ищет нового исполнителя. Как только он будет найден, начнется и реализация программы. Женщина, проживающая на первом этаже дома по адресу Маяковского, 10, рассказала, что рядом с ее окном есть выступ, на который ее соседи кладут кошачий корм. По словам жительницы, подкармливать котов начали прошлой весной, а сейчас животных стало очень много, что доставляет ей большой дискомфорт. На жильцов она повлиять не может, в результате каждый раз между ними возникает конфликт. Также жительница попросила оградить спуск в подвал дома. По ее словам, прохожие бросают туда мусор. Со всеми вопросами представители управляющей компании пообещали разобраться, выехав на место. Лобнинские молодогвардейцы подключились к областному проекту обмена книгами. Инициативу молодежи поддержала директор театра камерная сцена, где и решили установить стеллаж для книг, который ребята сделали и раскрасили своими руками. Почему именно здесь? Почему не в торговых центрах, возможно, или где-то в МФЦ? Потому что сюда приходит именно тот контингент людей, которые любят книги. И, соответственно, я думаю, что здесь движение обмена книг будет развиваться. Эта полка будет пополняться новыми книгами, старые будут забирать, новые будут приносить. Поэтому я думаю, что мы выбрали именно то место, в котором эта полка должна быть. Самое прямое назначение театра – просвещать людей, воспитывать в них любовь к книге, любовь к культуре, любовь к искусству. Я сама читаю обычные книги. Мне нравится, что можно оставить заметки, подчеркнуть то, что тебе нужно, загнуть страничку, разогнуть страничку. Мне очень важен именно такой тактильный момент. Внутренные книги – это удобно. В плане, наверное, учебы, чтобы огромный объем информации был у тебя всегда под рукой. А именно если для досуга, то обычная книга. Полка, безусловно, очень хороший проект. Люди приходят, делятся книгами. Развивается, развить это всегда здорово. Обмен книгами или буккроссинг получил в городе распространение несколько лет назад. Библиоскворечники установили в городском парке. Популярностью пользуются полки для обмена книгами и в городских библиотеках. Использование найденной вами чужой банковской карты теперь квалифицируется как кража. Подробности узнаем у помощника прокурора города Лобня Дарьи Дмитриевой. Хочу обратить ваше внимание, что если вы найдете чужую карту на улице или где-нибудь еще, не надо с нее совершать покупки и нельзя расплачиваться. Совсем недавно у нас поменялась немножко судебная практика. И вот теперь у нас находка карт и, соответственно, снятие с них денежных средств. Квалифицируется у нас по уголовному кодексу, именно по статье 158, часть 3, пункт КГ. Это значит, что за совершение такого преступления самое минимальное наказание у нас от 100 до 500 тысяч рублей штрафа. Ну, а самое максимальное – это лишение свободы. Сроком на 6 лет. Это все информационные поводы на сегодня. Прекрасную половину наших зрителей поздравляю с главным праздником марта – Международным женским днем. Весеннего вам настроения и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова